Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они понимали, что они болеют тяжелым недугом И могут заразить всех, кто к ним прикоснется И они стояли вдали, как повествует апостол Лука И только взывали ко Христу Спасителю «Учителю помилуй нас!» Такими словами они взывали ко Христу Это глубокий пример каждому из нас Так как каждый человек в этой земной жизни Совершает проступки У каждого из нас есть грехи, немощи и слабости Которые, может быть, не всегда позволяют Подойти ко Христу, как нужно было бы Как к Нему обратиться Но этот пример дает нам силу И подталкивает нас к тому Чтобы в каком бы мы состоянии не находились Мы обращались к Богу В каком бы состоянии душа наша не пребывала Мы должны уповать на Него Ведь эти прокаженные, когда увидели Христа Они не уповали на Его силу А они уповали на Его великую божественную любовь Так и мы, когда приходим в храм Когда обращаемся к Господу И мы обращены Мы должны уповать на Его божественную любовь Митрополит Антони Суражский говорил Замечательные слова Он сказал, что как бы человек в своей жизни Не был обращен грехом Как бы человек в своей жизни не пал Под этим всем находятся объятия Божие И эти слова звучат с особой силой Дни рождественского поста Когда каждый из нас задумывается О своих поступках О своей жизни О своем поведении О том, как мы поступаем По отношению к тем людям Которые нас окружают Покаяние Это тот величайший дар Который есть у каждого из нас Также мы этих десяти прокаженных Можем научиться молитве Которой они обратились ко Христу Молитвы с верой Глубокой верой Они понимали Они знали Что Христос Спаситель их исцелит Они не сомневались ни на одно мгновение И если мы посмотрим на себя Когда мы обращаемся к Богу В тяжелые моменты своей жизни Ведь у каждого из нас Когда-то мелькнет мысль сомнения Иногда мы думаем А правильно ли я обращаюсь к Богу Угодна ли моя молитва И слышит ли ее Господь То маленькое сомнение Которое возникает В тяжелые моменты нашей жизни И глядя Например, этих прокаженных людей Мы должны укрепиться В своей молитве и вере Что Господь Слышит каждое наше обращение Что милосердная тесница Божия Простирается каждому человеку Который из глубины своего сердца Из глубины своей души Обращается к нему В тяжелые моменты своей жизни И важный момент Который мы можем почерпнуть У тех людей Которые были больными И обратились ко Христу Спасителю Это благодарность Часто мы обращаемся к Богу Молимся, чтобы Господь нам даровал То или иное, что нам необходимо в жизни Каждому человеку что-то нужно Кому-то здоровье Кому-то благополучие свое Или своих близких людей Внешнее благополучие Но как мы часто забываем Благодарить Бога То, что мы и спрашиваем у Господа И Господь дарует нам Мы забываем про это буквально через час И нам опять нужно что-то новое И мы вновь обращаемся к Богу Но как часто мы забываем Благодарить Что Господь своей всещедрой рукой Дарует нам то, что мы у Него и спрашиваем Это великий пример Эти прокаженные Один из десяти прокаженных нам показал пример Что на милости Божией Должен зерститься фундамент благодарности Благодарности по отношению к Богу За все эти великие благодеяния Которые есть в жизни каждого человека Если мы присмотримся к своей жизни И мы увидим Может быть не всегда большие Но маленькие чудеса Которые есть каждый день Каждое мгновение в нашей жизни И Господь ожидает от нас благодарности Мы сегодня слышали в Евангелии Что Христос Спаситель Одобрил поступок, который совершил Саварянин Казалось бы, человек, который был Отвержен от иудейского закона Который не входил в израильский мир Но он показал истинную добродетель Как необходимо обратиться ко Господу Так как благодарность становится связующим звеном Между Богом и человеком Через благодарность в жизни человека Появляется любовь к Господу За те благодеяния, которые Он оказывает в нашей жизни Поэтому сегодня, слушая евангельское чтение И обращая внимание на десять прокаженных Задумываемся и о своей жизни Подчеркнем те великие примеры Которые мы увидели из сегодняшнего Священного Евангелия Аминь Спасибо Господи вас И великие примеры КОТОМ. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ищем молимся, Бога, хранимись в стране нашей, во всех воинствах, народе и я, да тикое бессмолвное житие пожимем во всяком благочестии и чистоте. Ищем молимся за все братья наши, и за вся христиан и. Ищем молимся за все братья наши, и за вся христиан и. И милостью, милостью будь, Владыка, Агрессия к нашим и помилуйны. Милостью, ой, человека любец Бог неси, И тебе славу посылаем. Долзуй, слывуй, святом в духу, Ныне и принц, на и вовеки веку. Аминь. Попреследи, Владыщица, нашей Богородице, О, миленье души, в сердец, помолимся. Попреследи, Владыщица, нашей Богородице, Царицы моя, преблагая, Надежда моя, Богородице, Приятели чесирых и странных предстательницы, Скорбящих радостей, Обидимых покровительнице, Звиши мою беду, Звиши мою столь, Помози мне, яко немощну, Акорми мя, яко странно, Обиду мою веси, Разреши ту, яко волеши, Яко не имамыныя, Помощи разве тебе, Не иные предстательницы, Неблагия утешительницы, Токма к тебе, Богомати, Яко да сохраниши нас, И покрыши во веки веков, Аминь. Братья и сестры, поздравляю с праздничным воскресным днем. Вот еще прошла одна неделя рождественского поста. И церковь сегодня напоминая нам о том, что Христос Спаситель совершал в дни своей жизни, совершая великие чудеса, просвещая людей, исцеляя, и даже прокаженных исцелял, которые имели такую болезнь, которая не поддавалась никакому медицинскому лечению. И даже по закону Ветхого Совета прокаженные отключались от общества. Они жили вдали, им запрещалось выходить или приближаться к селениям. Именно поэтому они сегодня издалека, как говорит Евангелие, кричали Иисусе, наставлены, чем помил у нас. Они не могли подходить, закон не позволял. Это заразная болезнь, проказа. Но вера в этих людях сделала то, что не смогла сделать медицина. Христос Спаситель по своей неизлеченной любви сошел, пришел на землю, сошел с неба для того, чтобы всех нас исцелить, преобразить и возвести на небо. И, конечно же, сегодня Церковь напоминает нам о благодарном Самарянине, который был не из числа иудеев, то есть не из числа избранного народа, а самаряне, они же были тоже отключены от общения с иудеями. Что-то приближалось к прокаженным. С ними не считались, они вообще были изгоями в обществе. И вот из десяти получивших исцеление пришел один поблагодарить Бога. И Господь похвалил его, сказав и спросил, а где же девять, только один, и на племенье пришел для того, чтобы воздать славу Божию. И, конечно же, мы понимаем и должны понимать, что жизнь каждого человека наполнена множеством испытаний, страданий, скорбей, печалей, болезней. Все люди без исключения подвержены этому явлению. Это следствие греха наших прародителей, которые прислушанием принесли в природу человеческую болезнь, страдания, тление и смерть. Все без исключения эти последствия переносят в свои жизни. Но вот вы обратите внимание, для тех, кто не верит в Бога, но они тоже эти последствия претерпевают, для них никакой пользы нет, ни для души не для дела. А вот Центр нас всех призывает за все и всегда научиться благодарить Бога. И вот тогда наши страдания, болезни, скорби, печали приобретают совершенно другую значимость, другую ценность и значение для человека. Они для верующего в Бога становятся особым даром божественным, которые преображают душу человеческую. Они являются средством очищения нашей души от всякой скверной и нечистоты. Но если еще и благодарит человек за это Бога, то, конечно, Господь его похвалит, точно так же, как этого инопременника. Но, конечно, кто-то из нас, даже здесь стоящих, может сказать, хорошо тебе, ты здоров, у тебя все хорошо, конечно, мне можно говорить, за все всегда надо благодарить. Вот попробуй заболеть. А придешь домой, а дома проблемы. То муж пришел, нет, 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 то буйня какой-то, то дочь, то сын, с увлеканием. Ну, какого-то? Благодари Бога за от скорби и печали. Хорошо вам говорить об этом, когда у вас нету этих скольбей. Но поверьте, нет человека на земле, который не терпел бы и не будет претерпевать эти испытания. Все люди подвержены испытанию или скорбями, или печальными, или другими иными испытаниями. Но тот, кто научится за все всегда благодарить Бога, тому Господь вас даст. Уже и в этой жизни, и в будущем веке. И совершенно не случайно в нашей православной церкви самое главное таинство, как называется, помните? Евхаристия, правильно? Евхаристия, конечно. Благодарение Богу. Это самое величайшее таинство, которое совершается в нашей церкви. Ну и, конечно же, все мы, кто сегодня пришли в Храм Божий, мы по зубу своей души и сердца пришли, для того, чтобы воздать благодарение Богу за все, что Господь подает каждому из нас. Но вы обратите внимание, что все мы, приходя в Храм, для того, чтобы воздать славу, хвалу и благодарение Бога, получаем намного больше. Потому что Господь не нуждается в наших ни в молитвах, ни в вертоприношениях. Он всесовершеннейший Бог. Он всесовершеннейший Дух. Он ни в чем не нуждается. Но каждый, кто приходит в Храм и благодарит Бога, тому Господь воздает и подает все необходимое и для жизни земной, и сподобит еще всех верующих в Него и стремящихся жить по Евангелию, войти в Его Небесное Царство. Обратите внимание, какие блага подает Господь всем, кто верит в Него, кто за все и всегда благодарит Бога. Но вот, как я уже сказал, прошла еще одна неделя рождественского поста. И у многих, особенно у людей далеких от церкви, даже и среди нас возникает вопрос, а как же все-таки надо проводить дни рождественского поста, как и любого другого поста. И вот вы обратили внимание на послание апостола Павла, которое сегодня читалось? Обратили внимание? Можно я вам зачитаю буквально дословно, потому как это чрезвычайно важно, и для меня, и я думаю, что и для вас. Вы послушайте еще раз. Я вам еще раз напомню. Апостол Павел, обращаясь к Ефесиным, а через них каждому из нас говорит, вы были когда-то, или некогда тьма, а теперь свет Господа. А все же мы стремимся, правда, к Богу, к святости, к свету. «Поступайте, как чада света», говорит апостол Павел, потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Правда, вот как раз в небоста надо испытывать в себе себя, что благоугодно Богу. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорим. Это о тех, кто живет во тьме. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающиеся явным свет есть. Посему сказано, встань, свящий, и воскресни из мертвых, и освети в тебя Христос». Вот почему мы призваны. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает расходство, но исполняйтесь духовно. «Назидая сами себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, паяя и воспевая в сердцах вашего Господа». Вот так надо проводить, не рождественского поста, внимать себе, своему внутреннему состоянию, не упиваться вином, а научиться проводить время в честнословиях, в псалмопении, совершая дела добра, любви и милосердия. «Будьте с нами света». Ну и, конечно, каждый из нас, вот уже даже сегодня, может определить, я очень часто об этом говорю и буду все время об этом говорить, потому что, когда я к вам обращаюсь, я и сам себе говорю или задаю сам себе те же самые вопросы. А как вы знаете, стал я лучше за вот эти дни поста или нет? Не обращали внимания, да? Вот что во мне больше пребывает? Давайте проведем вот такое испытание самих себя. И как сегодня принято говорить, надо протестировать свое внутреннее состояние. Что во мне больше пребывает? И вот слышали сегодня послание апостола Павла, которое читается каждый раз, когда мы празднуем память преподобную. А вот очень интересные слова Галатам апостол Павел писал. Узнать можно о делах благодати Святого Духа. Пребывают ли они у нас или нет? Все же мы призваны, правда? Стишают благодать Святого Духа. А узнать это можно по плодам. А какие это плоды? Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, радость, воздержание. И вот каждый подумает. Вот сейчас мы пойдем после службы домой, и каждый еще и еще раз поразмышляет. Есть ли во мне эти благодати или нет? Если я завидую своему соседу, своему близкому, может быть, человеку, с которым вместе работаем, с которым часто приходится общаться. Если я ему завидую, желаю плохого, кого-то осуждаю, на кого-то привещу, значит, нет ничего в обеих этих дорог благодати Святого Духа. А если я желаю людям любовь, радость, миль, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание должно быть во мне. Вот если есть вот эти плоды, значит, мы с вами уже, друзьями, немножко-немножко поднялись на какую-то ступеньку духовного совершенства. А если я продолжаю завидовать, продолжаю обижаться, оскорблять, левитарь, то как много еще надо нам потрудиться над самими собой. Но пока еще есть время благоприятное, продолжается еще пост. Давайте почаще внимать себе, как сегодня говорил апостол Павел, и то, что я сейчас зачитал. Внимите себе, подумайте о себе. Каждый давайте подумаем, что же во мне больше пребывает. Ну и, конечно же, хочется пожелать, чтобы не проходили дни понапрасну. Чтобы мы не теряли время понапрасну, а стремились проводить дни в своей жизни таким образом, чтобы ни один день не проходил в пустую, а чтобы он был наполнен делами добра, любви и милосердия. Если мы будем так проводить не только дни Рождественского поста, но и все дни нашей жизни, то, значит, мы с вами будем на праведном пути. И хочется пожелать, чтобы Господь помогал каждому из нас, научиться за все и всегда благодарить Бога. Стремиться жить на Евангелии, никого не осуждать, никого не докучать, всем передавать свое почтение и доброе, большое пожелание. Хочется пожелать, чтобы Господь укреплял всех нас на наших жизненных пути. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка. Это не первый вопрос. Вы знаете, а кто не знает, тому напомню. В 1970 году на поместном соборе Русско-Православной Церкви со старообрядцев были сняты клятвы. И после этого года, с 1970 года, все те, кто исповедует старые обряды, могут приходить в наши православные храмы молиться. И мы за них всегда молимся. Обряды не догматика, обряды это внешнее проявление. Вот те, кто... У нас ведь есть еще и среди старообрядцев. Есть те, кто имеет направление без попурцев, так называемое, да? Владыка, простите, сзади не слышно говорят. Или те, кто является, кто имеет священную церковь, или поп, имеют. Вы знаете, что такое поп? Слышали? Нет? Ну, вот вы знаете, в советское время, когда говорили, именовали, а также оскорбляли, говорили священника, ух, вы какие попы. Вот. А поп – это не в скомплении. Пастори овец православных. Поп – это аббревиатура, это пастори овец православных. Так вот, были до революции старообрядческие направления, которые были без попурцев. То есть, не пастори жили. А были такие, которые были пастори. И имели даже и архиерейское и священническое преемство. Они имеют все основания и к нам приходить молиться, и мы за них молимся. Но тот, кто был в направлении без попурцев, им надо порекомендовать принять крещение, принять правительство мира помаза, и мы за них молимся. Так что, вспоминайте их. Все, мы теперь... Вы не пишите, они старообрядцы, там, они... Зачем писать? Все, вспоминаете, написывайте. Все, да, маза, 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 конечно. Почему нельзя? Кто-то не грамотно говорил. Почему у вас не сидят? Можно, можно. Именно, все, 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 все. Не важно.